о ребят а вы что здесь делаете владик мы хотим все таки узнать как же правильно ловить карася летом вот так ребят тогда я вам расскажу саживайтесь поудобнее давайте и сейчас приступим к самому видосу ребятки сейчас я вам все расскажу друзья всем привет с вами канал ленг фишерс и как вы зрители попросили сегодня будет видос про то как же все-таки поймать карася летом ребятки да все лайфхаки расскажу в этом видосе нас нас точку наживки и все 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 подробно я расскажу именно в этом видосе поэтому еще раз повторяюсь усаживайтесь поудобнее ребят мы будем начинать потому что видос обещает быть очень крутым и очень интересно мы начинаем и так ребят начнем с самого начала самого самого начала и поэтапно буду вам начинать все рассказывать свое недолгое время рыбалки. Рыбачу я с 8 лет, скоро мне будет 16, 8 лет уже как рыбачу. Начнем с этого всего. Именно моей первой рыбой, которую я поймал в своей жизни, был карась. Поэтому я ее очень сильно люблю, поэтому я знаю все тонкости рыбалки на карася, ребятки. Начнем с того, что есть разные разновидности, как же все-таки можно поймать карася. И карась это такая рыба, которая очень специфическая. Она постоянно то ли не рестится, то ли еще что-то. И поэтому на нее нужно иметь особый подбор. Поэтому, ребятки, начнем с того, что бывает два типа. Когда карась не рестится и когда карась ждет. Ну еще есть третий тип. Но он не такой уж и важен. В общем, когда карась не рестится, он постоянно сидит в очерете, ребятки. Он постоянно трется, трется, трется. То есть, плодится. Икру выпускает из себя. А когда карась жрет, то лучше его ловить по открытой воде. То есть, если карась не рестится, то лучше бросать под очеред. Если он жрет, то есть, у него жрет, то лучше бросать на открытую воду. Если он жрет, то он в любом случае, ребятки, будет ловиться. Что ж, сейчас я начну, ребятки, разматываться. Покажу оснасточку на карася. Покажу наживку. Расскажу про всю наживочку, ребятки. Поехали, ребят. Сейчас я расскажу. Самое начало, так сказать, чтобы вести вас курс дела, я уже рассказал. Поэтому мы будем дальше идти и посмотрим, что будет дальше сегодня. Ну что ж, ребят, вот и вся оснасточка на карася. Начнем с того, что это грузик, крючок. Вот вы сами видите, какого именно размера сейчас возьму, чтобы лучше показать. Потому что я в этих размерах в крючках не очень сильно разбираюсь. Извините, мой пролет, так сказать, я вам объяснил лучше, но сейчас вы видите на экране. То есть, крючок такой великоват. Поводочек, ну, может быть, сантиметров восемь, может быть, десять. Вот этот поводочек от грузика к крючку. Ну и дальше идет уже поплавок и глубина, которую вы выставляете. Вот самая обычная поплавчанная удочка, ребятки, на которую я в основном ловлю. В общем, я уже выставил глубину. Сейчас покажу, как именно нужно ее выставлять, расскажу. Ну и дальше вот и вся оснасточка. Я не знаю, что можно про нее говорить, потому что здесь все ясно и понятно. Крючок, поводок, грузик, поплавок, все. Здесь в этом ничего такого нету. Прям сверхъестественного, чего вы можете не знать. Ребят, вы сзади на моем фоне видите одну удочку. Я уже закинул. Сейчас вот размотал вторую удочку. Сейчас я расскажу, как нужно измерять глубину, чтобы, так сказать, потому что карась – это крупная рыба. Ну, как сказать крупная? Очень нужно сидеть тихо на рыбе, потому что она очень чувствительная. Вот, правильно описал. И она все время ходит по дну. То есть вот так вверху, она там на пол воды, где-то вот так вот глубины, она не будет находиться. Она будет только находиться на дне. Поэтому нужно измерять обязательно глубину, чтобы поплавок стоял, ну, может быть, сантиметра 3-1. Потому что карась ходит только по дну, ребятки. Вот, смотрите. Берем удочку и ставим какую-то глубину, хотя бы примерную, которая, которую вы знаете, на этом вставке. Вот. Я поставил такую глубину, но это уже измеренная глубина, но я вам еще. Вот, ребятки. Я забрасываю удочку. Не знаю, видно вам или нет, поплавок встал. Видите, поплавок шел. Это значит, то, что он встал на свою глубину, то есть он коснулся дна. Если же поплавок будет немножечко лежать, вот так под углом находиться или же вообще не вставать, значит это дно и нужно уменьшать глубину. И так вы с каждым забросом измеряете глубину, меняете вот за поплавок, за вот эту вот штучку. Ну, у меня она розовая, вы видите, можете заметить. А у вас может быть другая. И вот так вот каждый раз вы меняете глубину, ребятки. И в этом ничего сложного нет. Ну, а сейчас мы переходим к наживке, ребятки. Глубину измерили, место нашли, можно и заряжаться. Итак, сегодня, ребятки, именно на этой рыбалочке мы будем использовать червя, как основную нашу наживочку. Также у нас есть опарыш и манка, но именно я буду рыбачить на червя. Все удочки заряжены будут на червя. Ну, их две будет сегодня вот это вот. И вот эта удочка будет заряжена на червя, ребятки. Поэтому сейчас вот мы накопали червя. Обычные навозные черви, ребят, ничего в них прям такого странного нет. Ничего с ними такого. Прям они не такие особенные. Просто берем, выбираем червя в этой баночке и просто берем, насаживаем на крючок и забрасываем уже за карасями. Ну, а дальше дело уже кормить, подкормить место. Ну, что ж, ребятки, вот сейчас я покажу, как же все-таки правильно наживить червя. Берем крючочек, берем червя, которого вы выбрали из того, что вы накопали. И вот таким вот образом вы просто берете и надеваете червя. Ничего в этом сложно нет. Самое главное, чтобы было закрыто жало крючка. Вот сейчас вы видите, я случайно продырявил червя. Ну, вот, 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 вот. Идеально. Идеально, ребятки. Вот все. Одел. Ну, вот, вот так вот должно выглядеть у нас оснастка наша. Сейчас я еще немножечко так, надо подправить, так сказать, потому что, потому что. Итак, вот, вот, теперь точно все. Вот, ребятки, сейчас берем и забрасываем удочку в воду. Так, ребят, после того, как мы наживили, забросили удочку, следует подкормиться, ребятки. Вот такую вот кашу я буду использовать. Самая обычная из наших крупы. Мы сами ее варим. Девушка ее сам варит, потому что, ну, пока меня не допускает, это вдруг я еще что-то не то сварю, так сказать, ребятки. Поэтому вот такая вот каша, вы можете сами видеть. Сейчас я ее беру. Ну, я уже закормился, но я совсем чуть-чуть. Берем, ребят, и вот такие вот лепим шарики с каши. Вот такие. Вот, чтобы типа такие шарики были. Просто берем и бросаем на поплавки. Сейчас я кину при вас. Вот, видите, я попал прямо на поплавок. Прям в поплавок, который я только-только кинул, который я только зарядил. Я кормить сильно не буду, потому что я уже все закормил здесь место, поэтому еще смысла кормить нет. Лучше пока что сэкономить и закормить, когда пойдет карасик. Ну что ж, это и все, что из подготовительного процесса. Сейчас расскажу, что будет дальше. После того, ребят, как вы уже закормились, наживились, забросились. Просто нужно ждать, ребятки, вот и все. Нужно просто ждать поклевочки, той самой поклевочки карасика, которую, ну, ради которого мы приехали. Вот, ради которого мы приехали сегодня. Поэтому все. На этом из подготовительного процесса дальше остается только ожидание, ребятки. Ну что ж, я вот сажусь на стулочку и буду ждать своей поклевки, своих карасиков буду ждать. Ну а вам, ребятки, это вообще будет очень быстро. Ребят, я думаю, вы задали вопрос мне. Почему же я все-таки выбрал вот этот вот стулок для именно такого видоса? Потому что, ребятки, это карасевый стулок. Поэтому мы сегодня ею снимаем ловлю карася. Ой, ладно, ребятки, какая-то не очень шуточка получилась. Ну, в общем, это карасевый стулок, ребятки. Вы сами его прекрасно знаете, самое предыдущее видео было именно на этом же месте, на этом же вставке. Те места, которые там дальше идут по вставку, они все заняты, ребятки. Поэтому пришлось сесть опять в это место, ребятки. Но это уже как фирменное место получается. Ну а что еще сделать? Ну, будем смотреть, ребятки, будем ждать карасиков. Субтитры сделал DimaTorzok Лебедь плавает. Ну что, ребят, девушка уже разловился, небольшого окушка поймал. Идет показывать. Смотрите. Ну, неплохой окушочек. Да надо. А вдруг ничего не будет другого? Да будет, сто процентов. Поймаем еще. Конечно. Ну, не, ну, видимо, так смотрю, он неплохим. Девушка говорит, если увеличительное стекло, взять еще. Ой, ребятки. Ну что, ребятки, вот девушка и разловился. На червяка или... Не, на опарышек карасик взял. Неплохой такой, бери в руку. Ладно, так неплохой ладошечный карасик. Хорош. Класс. Давай. Туда и крышечка накроешь. Хорошо. Посмотрите, ребят, какой... Какого карасика поймал. Но у меня, блин, вообще ни одной поклевки, ребят, нету. Не знаю, что это такое. Ни одной поклевки нету. Но девушка вот на опарышу такого карасика вытянул. Ладно, сейчас буду закидывать его в ведро и будем дальше рыбачить. Капец, ребят. Ну, это... Я не знаю, как это сказать нормально. Ну, удочка переломалась. Ну, я в шоке просто. Ну, как это возможно? Смотрите, вот, мроза у меня в руках осталась. Достаю ее, значит, с воды. И раз, она пополам слаживается. Она и так уже была сломана. Вы видите, вот эта зеленая штука. Это склейка была. Она и так уже была сломана. Я ее вот так вот просто достаю с воды. И она... Домается прям в воздухе. Я в шоке. Еще и упала в воду вот эта часть. И... Это... Ну, я просто в шоке. Ну, вот, честно, я достаю и остался с этим вот в руках. Ну, как... Как это? Ну, я не знаю, как это объяснить. Я в шоке, ребят. Ну, просто. Случилось ЧП. Придется опять ее чинить. Ну, я в шоке просто. Ну, в общем, ребят, вы сами видите. Это полный капец. Я не знаю, что происходит. Поломалась удочка. Клева нету за все время. Мы тут с 6 утра. Сейчас уже 8 за 2 часа. У меня не было ни единственной поклевки. Я просто в шоке, ребят. Это просто капец. Я не знаю, что делать. Еще и удочка поломалась. Обидно. Очень обидно. Потому что удочка пятиметровая. Я закидывал ее подальше. И оно было больше шансов, что что-то поймаю. А теперь осталась 4-х метровая удочка. И не знаю, получится что-то поймать или нет. Или уже уйду я сегодня с нулем, так сказать. Надежда уже с каждым часиком все меньше падает. Но не надо никогда не сдаваться, ребятки. Все равно, даже если Надежда падает, надо верить. Продолжать верить в это. Хотя это противоречие, но ничего. Будем продолжать дальше. Вот вы видели. Девушка поймал одного окушка и одного карасика. Ну, что сказать насчет наших лайфхаков для ловли караси. А девушка ловит таким же способом, как и я. Потому что именно он меня учил рыбалке. Поэтому он поймал так, как я рассказывал. То есть, около дна стоял червяк. Ой, опарыш. Он на опарыша поймал. Червь. И карась просто выставил. Положил. Клюнул. Все. Вот это стандартная поклевка карася. Ну, больше нечего мне рассказывать. Пока что вот на этот момент все. Все новости заканчиваются. Будем. Ну, дальше рыбачить. Что еще остается? Может, часов до 10 посидим. Потому что уже солнце вот вылазит. Вы видите. Уже жарковато становится. Ну, хотя еще терпимо. Вот в шортиках, футболке нормально. Ладно, продолжаем, ребят. Ребят, а дедушка задних не сдает. И продолжает ловить карасиков хорошеньких. Этот будет поменьше, конечно. Но, смотрите. Неплохой, неплохой. Как раз ладошечный. Куда, 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 родной. Так. Вот, смотрите. Как раз ладошечка. Моя ладошечка. У меня довольно-таки большая ладошка. Да, господи. Ой, ребят. Ну, красота, ребят. Ну, этот взял у него на червя. Вытянул его. Он его на червя. Поэтому, ребятки, вот такой вот у нас клев, так сказать. Всего лишь два карасика пока что. Ладно, будем выбрасывать. Да, ну, кстати, еще. Дедушка поймал еще одного окушка. Ну, он, видите, он сейчас сдохнет очень скоро. Ладно, будем продолжать. А у меня вот удочка поломалась. Стоит четырехметровая. Ну, поклевок нету, кофрам, по-моему, сожалению. Итак, ребят, время подобедать. Ну, а что еще остается делать? Пока без клеви съем хот-дох, выпей чайку и буду следить за удочкой. Ну, а что делать, если еще до сих пор? Нету клево, ни одной поклевки не было. Надо подобедать, значит, ребят. Что еще остается делать? Ладно, буду кушать и дальше продолжать. Вот это вот он, ребята. Вот он, вот он карасик. Ура, ребят. Только что, смотрите, даже кружку от термоса оставил. Хотел к девушке, прихожу, смотрю поплавок. Раз, выставила и ведет вот так вот, вот эту сторону в очеред. Еле, блин, успел. Я вон кинул хот-дох. Там я это все пораскидал, чтобы поймать карасика хорошего. Посмотрите, ребят. Но это крупный, это крупный карасик, для этого вставка. Все-таки метод срабатывает. Червячок сработал. За нижнюю губу, кстати, взял. Снизу, значит, брал со дна прям. Видите, ребят, класс, просто класс. Ну, наконец-то я разобился, ребят. Ну, это капец. Сколько уже, три часа прошло? Это первая моя рыба. Ну, я просто в шоке. Ну, посмотрите, какая красота. Да, просто класс. Лучший карасик. Обожаю эту рыбу, извиняюсь. Просто класс, класс, класс. Все, быстро перезаряжаюсь, кормлюсь и продолжаем, ребятки. Фух, наконец-то. Ну, шо, ребят, вы сами видите, то, что лайфхаки работают. Ну, как сказать, лайфхаки. Это, можно сказать, основной, самый стандартный способ ловли. Он все-таки работает, ребятки. Стандарт это самое. Вот если все стандартное, значит, все нормально, ребятки. Даже при плохом клеве я смог поймать одного карасика, и девушка смог поймать еще двух карасиков. Поэтому все классно, ребятки. Конечно, хотелось, чтобы, ну, они за каждым забросом, конечно же, ловились. Но мы на это не влияем. Тем более, сейчас полнолуние. Сегодня ночью, девушка рассказывает, что луна была как блюдце. Ну, представьте, блюдечко вот такое вот круглое. Вот это такая была луна. Ну, это, скорее всего, и дало такой плохой клев. Не знаю, какие еще причины могут быть. Возможно, жара, но неизвестно, ребятки. Неизвестно, когда рыба клюет. Это надо только приезжать и на месте уже пробовать. Ну, с чем есть, и мы будем. Будем дальше продолжать ждать еще охотиться. Главное, охотиться. В чем мы дома сидеть будем? Правильно, ребят, я тоже так думаю. Ну, что, ребят, время нашей рыбалочки подошло к концу. На вот таком вот улове наша рыбалочка заканчивается. Небольшие карасики клюнули, два кушка, но они уже сдохли. Ну, один вообще там зажир аж прям в желудок себе, поэтому пришлось оставлять. Вот этот карасик, кстати, я его поймал, самый крупненький из них всех. Ну, что ж, ребятки, все-таки способ работает. Я думаю, за него можно поставить лайк. Обязательно пользуйтесь, ребятки, этими лайфхаками, которые я рассказал вам в видосе. Буду рад видеть. И если что, хоть или в ТикТоке, или в Инстаграме, где можете мне отвечать, я обязательно пролайкаю и репостную их себе. Поэтому, ребят, если хотите, то выкладывайте с этим уловы наши. Свои, точнее, свои уловы выкладывайте, и я буду репостить к тебе. Ну, ладно, ребят, мы будем уже собираться домой, сматывать удочки и ехать домой. Ну, что ж, друзья, на этом наш видос подходит к концу. Вот такая вот у нас сегодня рыбалочка получилась. Рассказал я вам все-таки, как же, ну, ловить карася, основной способ ловли я вам рассказал. Поэтому, ребят, пользуйтесь обязательно. Ну, что ж, мы уже уезжаем домой. Будем ехать домой. В общем, прошлись мы по берегу, поспрашивали у мужиков, кто поймал одного, кто двух. Ну, а мы, получается, больше всех со всего ставка поймали. Три штучки карасиков и два окуня. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, нормально. Ну, что ж, всем удачи, ребятки. Всем пока и до новых встреч. Всем пока-пока.